Здравствуйте, уважаемые друзья. С Вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте я расскажу Вам о том, когда собакам и кошкам нельзя включать кости в рацион. С одной стороны, многие владельцы собак и кошек знают, что кости это один из самых лучших источников кальция, и что поэтому кости обязательно должны быть в рационе. А с другой стороны, где-то кто-то слышал, что кости собакам и кошкам по какой-то причине давать нельзя. Давайте расставим все точки на 2. 1. Кости действительно являются очень ценным источником кальция, а кальций животным очень необходим и его надо очень много. Именно в костях кальций содержится в наиболее усваиваемой форме. Кальция очень много и в питьевой воде, но в костях он содержится как раз в наиболее доступной форме. Кстати, кости в рационе это не только источник кальция, это еще и источник фосфора. Но обычно фосфора в рационе намного больше, чем требуется, поэтому о фосфоре пока мы не говорим. Причем, фосфора много как в натуральном рационе, так и в промышленных кормах. А то очень многие думают, что в промышленных кормах фосфора очень мало. Это далеко не так. В мясе фосфора в несколько раз больше, чем это требуется организму. Но этого не надо бояться. Никакой катастрофы в этом нет. Превышающее количество фосфора без проблем выводится из организма через почки. Точно так же это касается и кальция. В организме животного все эти механизмы отлажены. Так, а когда же нельзя давать животным сырее кости? А тогда когда почки утрачивают способность выводить излишний фосфор. Такая ситуация наступает при хронической почечной недостаточности. Поэтому, когда животному поставлен диагноз ХПН, то есть хроническая почечная недостаточность, вот тогда и следует прекратить включать ему в рацион кости. А так кости обязательно должны быть в рационе. Это очень ценный компонент. Согласно рекомендациям БАРФ, в рационе их должно быть около 10%. Если же кости давать нельзя, то есть при повышенных уровнях фосфора в крови, а балансировать кальций-фосфорные соотношения все равно надо, то тогда источником кальция служат препараты кальция. Выбор таких препаратов очень большой. Я уже в своем предыдущем видео говорил о них. Что касается фосфора, то его всячески стараются ограничить за счет легко усвояемого белка, а также подбирают такие компоненты корма, которые бы не повышали уровень фосфора в крови. На начальных этапах ХПН бывает и этого достаточно. Если же болезнь зашла слишком далеко, то тогда применяют еще и фосфор связывающие препараты, которые предотвращают всасывание фосфора в кишечнике животного. Кстати, на всасывание кальция также следует обратить очень тщательное внимание, потому что достаточно часто так бывает, что в рационе кальция больше чем достаточно, но он не усваивается организмом из-за того, что есть недостаток витамина Д. Кальций усваивается в кишечнике только при наличии витамина Д. Об этом очень важно помнить, потому что очень длительная нехватка кальция в организме животного ведет к очень многим заболеваниям, в том числе и к заболеваниям паращитовидной железы. Все это мы обязательно рассмотрим в наших последующих видео. Ну а пока на этом все. Здоровья Вам и Вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч.